Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Рада всех вас сегодня видеть. Ждем минуточку, чтобы к нам присоединили все желающие участвовать в нашем вебинаре. Пожалуйста, кто уже к нам присоединился, поставьте в чат плюсики, чтобы я понимала, что меня видно, слышно, что за связью нас с вами все хорошо, и мы можем начинать вебинар. Иван, спасибо, Аня, спасибо большое, Мустафа, спасибо, всем добрый день еще раз. Сегодня с вами будем продолжать серию наших вебинаров с нашими партнерами сетью отеля Raffles. Сегодня с вами отправимся на Мальдивы и поговорим об отеле на Мальдивы. Но буквально еще минутку ждем, чтобы к нам все присоединились. Пока ждем, я расскажу о новостях компании OneTouch and Travel и поделюсь с вами нашими мероприятиями, событиями. Спасибо большое всем, кто ставит плюсики. Кто поднимает руку, к сожалению, у нас нет возможности дать вам слово, поэтому, пожалуйста, все ваши вопросы можете писать в чат. На них ответим, да, на все ваши вопросы. Сразу скажу, что запись вебинара будет и будет выложена в наших социальных сетях. Затписью поделимся, всеми материалами, в том числе презентацией, тоже сразу с вами поделимся. Нужно будет только написать на адрес агентского отдела. Итак, что хотелось бы сказать. Компания OneTouch and Travel продлевает акцию по раннему бронированию Турции-Антолийской побережья. Говорю каждый день, скажу обязательно еще раз. Акция называется «Попади в десятку». Условия все есть на сайте. Условия отличные. До конца месяца можно по данной акции бронировать отели. Условия следующие. Прошу прощения. Что предоплата по туру всего 10%. Полная оплата за 10 дней до тура. И комиссия 7 либо 10%. При бронировании обращайте внимание на комиссию, так как комиссия делится у нас на два типа 7 и 10%. Там, где комиссия 7%, в системе онлайн бронирования стоит слово «Промо». Также хотела бы обратить ваше внимание на вылет в Анталию на 22, 23 и 24 апреля. Скажу честно, что на эти даты по отелям потрясающие ценовые предложения. Пятерки по стоимости отеля три звезды. Сегодня была у нас рассылочка со списком отелей по самым приятным ценам. Если вы вдруг не получаете нашу рассылку, вы можете позвонить или написать нам. Мы с радостью подскажем, на какие отели стоит обратить внимание. Потому что, повторюсь, да, такой стоимости просто, мне кажется, нереально еще будет дождаться. Ну и, конечно, в Турции потрясающая погода. Самое время отдохнуть и перед майскими праздниками, перед летом. Насладиться климатом. Особенно по таким ценовым предложениям. Ну и приглашаю вас в рекламные туры с компанией One Touch & Travel. Расписание у нас на сайте. Места есть. Приглашаем вас в рекламный тур в Анталию номер 3, рекламный тур в Анталию номер 5. Рекламный тур в Таиланд. И сразу сообщу и порадую, что мы уже начинаем анонсирование рекламных туров на осень. Туров будет много. Следите за расписанием на сайте, в наших социальных сетях и нашей рассылке. Ну что ж, теперь, коллеги, я думаю, мы можем переходить к основной теме нашего сегодняшнего вебинара. Стильный и уютный курорт Распис Мальдивы. Сегодня на связи с нами наши партнеры Наталья Павлова и Марианна Епишина. Наталья, Марианна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья у нас директор по продажам в России и странах СНГ сети люксовых отелей Аккор. Наталья, здравствуйте. Я вам даю вам, расскажите, пожалуйста, нам у вас. Коллеги, добрый день. Еще раз, Надежда, спасибо огромное, что пригласили коллег и меня тоже немного поучаствовать. Друзья, скажу буквально два слова именно про Рафлес, чтобы потом, так сказать, да, вот эту красную ковровую дорожку расстелить перед Марианной, перед тем, как она будет рассказывать про чудесный наш Рафлес на Мальдивах. Еще раз повторюсь, меня зовут Наталья Павлова, я директор по продажам отелей и люкс и лайфстайл в России и странах СНГ. Вот, и что я вам хотела сегодня сказать. Если бы, конечно, передо мной была живая аудитория, я бы задала вопрос, а что вы, в принципе, знаете про Рафлес и какие у вас ассоциации. Но, к сожалению, у нас с вами вебинар, а может, к счастью, не знаю, поэтому буду говорить. Но если что, добавляйте что-нибудь в чат, и если организаторы разрешат, я потом отвечу. Итак, Рафлес, история отеля Рафлес начинается в конце 19 века. Вы наверняка слышали все про Рафлес в Сингапур, я думаю, да? Вот, но сегодня о нем речь, но просто это важно, потому что это, так сказать, Рафлес дедушка, с него все началось. Конец 19 века, Сингапур, это британская колония. Появляется отель из частного дома, потому что изначально это был частный дом, который потом, ну, скажем так, переделали в отель. Кто живет в тот момент в отелях в целом, по миру, не только в Рафлес, в Афлес, в других отелях и в Европе, это люди богатые, знаменитые, то есть люди со средствами, потому что в отелях тогда могли себе позволить только жить, только такие клиенты. Вот, и, собственно говоря, вот этот камень, такая основа, она была заложена именно тогда. Для кого? Для богатых и знаменитых. Отель вверх совершенства и сейчас, и тогда, и вот все время отель шагает ногу со временем, тем не менее он не теряет своего наследия. Один из любимых терминов у отельеров – ДНК бренда. Вот то, что как раз доложено первым самым отелем, оно проносится через все остальные отели, которые открываются. И обращаю ваше внимание, что Рафлесов, в принципе, на земле не очень много, и всего 19. То есть это очень небольшая камерная коллекция. Да, открываются отели еще, но, тем не менее, это все очень с чувством, с толком, с расстановкой, именно аккуратно сохраняя его, перенося тот самый ДНК, который был заложен еще в конце 19 века. Потом происходит расширение географии, разумеется, уж понятно, что был один сейчас 19. Начинается это все с Азии, с юго-восточный поток потихоньку Европа, другой индийский океан Сейшела. И вот сейчас даже уже потихоньку уже на американский континент перекидывается. Следующее открытие, следующее открытие будет Лондон, а после этого будет Боттон. Но это так тоже в скобках скажу. И чтобы закончить свою пламенную речь, и чтобы вам, наверное, проиллюстрировать, что такое Рафлес-отели, расскажу вам, ну, в английском смысле это слово, анекдот, это реальная история. Когда принц Гарри приехал в уже упомянутый Рафлес-Сангапур, с официальным визитом, это какое-то время назад было, вот, его, естественно, все выстроились, встречают генеральный менеджер, директора, и он к нему подходит к генеральному управляющему, говорит, ваше высочество, нам очень приятно, что вы выбрали наш отель. Он говорит, да-да, я знаю, мне бабушка посоветовала. Вот это как раз то, что нужно знать про Рафлес. Мне бабушка посоветовала, а бабушка у нас кто? Ну, уже покойная королева Елизавета. Вот это то, что заложено в самом Рафлесе, как в бренде, и то, что как раз с честью все остальные отели это несут уже через географию и через, в общем-то, десятилетия. На этом я свою пламенную речь заканчиваю. Мриан, тебе слово, и я тебя тоже послушаю, если не возражаешь. Наташ, спасибо большое. Надежда, огромная благодарность. Я очень рада участвовать в нашем Рафлес-марафоне. Я надеюсь, что гости, которые сегодня с нами, они всю неделю будут смотреть вебинары о нашем бренде. Сегодня я расскажу о Рафлес Мальдив Смираду. Меня зовут Мариана. Я представляю Рафлес Мальдив Смираду в России и СНГ от компании Top Signature. В конце будут мои контакты, всегда на связи. Я в Москве. Если что, всегда пишите. Но сейчас, может быть, мы чувствуем уже весну за окошком, но немножко пасмурно, поэтому сейчас мы нырнем с вами в невероятную красоту. Итак, бренд Рафлес вы прекрасно знаете. Наташа прекрасно к нему подвела. Мы надеемся, что вы будете советовать наши отели всем друзьям и близким. И если кто-то был уже в этом отеле, обязательно пишите, поделитесь своими впечатлениями. А так, конечно, мы всех ждем. Ну что, это наш такой, знаете, фирменный, скажем, такой паттерн. Он абсолютно точно олицетворяет визуально вообще то, что есть у нас в отеле. Это кристальные воды и вот такие вот красивые кораллы и рыбки. Итак, в Рафлес Мальдив Смираду всего 38 вилл. На двух островах. Вот вы видите чуть выше. Это остров основной пляжный и водный остров, который на первом плане. На пляжном острове 22 виллы, на водном острове 16 вилл. Это бутик-отель Five Deluxe. Мы находимся на самом юге, вот здесь. Пусть вас не смущает удаленность, потому что есть огромное количество плюсов. Все-таки я думаю, что вы работаете с Мальдивами и знаете, что чем дальше от Мале, тем природа наиболее первозданная, естественная и красивая. И мы практически на экваторе, поэтому к нам можно, в принципе, летать круглый год. Летом у нас в летний период наш, то есть июнь-июль-август, нас не так сильно штормит, как наверху. Поэтому мы всех ждем и можете смело советовать. Лететь до нас. Сейчас уже есть несколько вариантов. Лететь до нас нужно на самолете, доместиком. Сейчас я включу указку. Видно, наверное, я думаю. От аэропорта Мале до аэропорта Кадыду 55 минут и далее 15 минут на катере. Но сейчас, с апреля, мы запустили также и частный гидросамолет. Есть два варианта – стандарт и премиум. Они восьмиместные и летят они без остановок 85 минут. Внизу красиво, все прекрасно. Вам дадут беруши. Поэтому есть несколько вариантов. Но доместик… Многие пугаются, но доместик на самом деле обладает огромным количеством плюсов. Во-первых, он летает в любое время, в любую погоду. Он летает по расписанию, которое максимально близко к международным рейсам. Поэтому, ну, конечно, бывают разные задержки, но чаще всего гостям не так уж и долго ждать этого перелета. Вот. И к московским рейсам абсолютно прекрасно он прикреплен так же, как и к рейсам Эмирейтс. Когда вы попадаете на наш остров, вы видите именно тот самый канонический мальдивский отдых, о котором все думают и мечтают, потому что мы окружены, мы практически стоим на рифах. У нас два домашних рифа, и они вот такие вот цветные живые. Это как раз фотография нашего рифа. У нас работает штатный биолог морской. Она каждый день проверяет свои угодья. Это одна из черепашек, Аполлон. Он уже у нас суперзвезда. Он у нас фотомодель. 25 черепашек, скаты, рыбки, дельфины сейчас просто невероятно заполонили пространство вокруг острова. Поэтому скорее-скорее приезжайте к нам, чтобы попасть в эту красоту. Давайте, Надежда, включим видео просто для общего такого обзора. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Я его чуть позже покажу. По категориям все очень просто. У нас 13 вилл с одной спальней на этом острове, 8 вилл с двумя спальнями и одна огромная Ruffles Royal Residence, которая построена в 2020 году. Размер вилл фантастический. Самая маленькая вилла 220 квадратных метров. Это базовая категория. То есть это огромный дом. Вот как раз вилла с одной спальней. Абсолютно у всех вилл и пляжных и водных есть собственный бассейн, полноценный, глубокий. Мы абсолютно полностью все переделали в 2019 году. То есть до этого, вы знаете, там был другой отель, Джумейра Девана Фуши. Мы внутри переделали абсолютно все. Все это в цветах Ruffles, этот фирменный синий-серый цвет. Везде система умный дом. Они светлые, просторные, просто невероятно красивые и огромные. И у каждой виллы свой выход к пляжу. Это как раз зона гостиной в вилле с одной спальней. Такие вот у нас ванны потрясающие, мраморные. Конечно, есть души на улице и внутри. Это гостевая зона, зона внутреннего дворика в вилле с двумя спальнями. И одна из фишек отеля – это вот такие огромные кровати. Размер кровати 3 метра 20 сантиметров. Это не растянутая картинка. Это мастер-бедром в вилле с двумя спальнями. Вторая спальня, мы видим ее там на заднем плане, это уже кинг-сайз, либо твин. Вот как раз вид с другой стороны. И мы на первом плане видим спальню как раз вторую для семей с детьми. Она просто потрясающе подходит. Здесь можно разместить до шести человек с док-кроватями. И Raffles Royal Residence – 1250 квадратных метров. Это вилла с тремя спальнями. Также есть комната для няни, кухня. Вилла двухэтажная, 40-метровый бассейн, встроенный бар. И в самой вилле можно разместить до восьми человек. Но у нас есть также возможность присоединить соседние виллы. Так, сейчас включу указку. Рядышком вот здесь у нас в листве спрятались еще две виллы. Вилла с одной спальней и вилла с двумя. Если у вас большая компания, либо свадьба, либо большая семья едет, то можно практически часть острова отгородить и разместить до 18 человек в этой части. Конечно, если гости бронируют эту виллу, мы включаем комплементарно Private Charter. Как раз фронтальный вид. Да, бассейн огромный, 40 метров. Это практически олимпийский размер. Из спален можно нырнуть в этот бассейн. Это Infinity Pool. А на втором этаже вот такая вот терраса, где открывается потолок. И, допустим, в солнечное время здесь можно проводить завтраки с бесконечными видами. А вечером под звездами устраивать ужины, либо вечеринки. Все свежее, новое, прекрасное. Здесь тоже кровати 3 метра. Такая гостиная зона и встроенный бар. Это терраса второго этажа. Да, это первый этаж. Сейчас выключу свет. А пляжный остров у нас, кстати говоря, тоже очень популярен. Вы, наверное, заметили и на видео, и здесь это видно очень хорошо на картинке. Острова между собой не соединены. Между ними 800 метров. Катер дежурит круглосуточно на портиках. Его не нужно вызывать. Идет он где-то полторы-две минуты. Тоже необычный такой опыт для гостей. Но, честно говоря, водные виллы у нас пользуются просто невероятной популярностью. Все потому, что они тоже очень большие, тоже с бассейнами. И вот прям вынырнув из этой виллы, можно попасть в такую вот красоту, потому что они стоят на этом домашнем рифе. Здесь виллы 230 и 300 квадратных метров. Так, сейчас назад вернусь. Покажу. Вот эти виллы с одной спальней. 14 вилл с одной спальней и две виллы с двумя. Это ресторан и бар. Да, так. 230 и 300 квадратов. Вот вилла с одной спальней. Здесь очень мягкий, плавный вход в воду. Внизу песочек и гладкие камни. Достаточно глубоко. Внутри, да, здесь уже такой немножко коралловый у нас стиль, но тоже все в фирменных цветах Raffles. Отдельно стоящие ванны. И вот вилла с двумя спальнями. Это уже 300 квадратных метров. Кстати говоря, у каждой спальни во всех виллах есть отдельная ванная комната, своя собственная. То есть сколько спален, столько же и ванных комнат. И просто огромная гардеробная. Там, наверное, еще можно разместить несколько человек. Это шутка. Да, здесь тоже трехметровые кровати. Везде система умный дом. Есть iPad, где вы можете забронировать спа, заказать что-то в номер, либо заказать столик. Ну и также Butler всегда на связи. гостиная зона. Непонятно, кто смотрит этот телевизор, когда есть вот такие виды. Особенно на закате. Это просто невероятно. Она настолько воздушная, вы как будто бы парите между океаном и небом в этих ванных комнатах. Да, здесь вот у нас такой вид на закат вечерний. Итак, в ресторане, в отеле три ресторана и два бара. Это основной ресторан Тари. Он находится на островной части резорта. Собственно, здесь подаются завтраки. И если заполняемость хорошая на виллах, то там в местном ресторане тоже подаются завтраки. Система Dine Around. Можно гостям абсолютно курсировать между пляжным и водным островом. И обедать и ужинать абсолютно в любом. Обычно у нас либо завтрак, либо халборд, либо фуллборд. All inclusive здесь не очень популярен. Но есть пакеты напитков, которые можно предварительно тоже заказать. Кухня любая. Американская, европейская, индийская, японская, перуанская. И также мы готовы, точнее наш повар всегда готов сделать индивидуальный заказ. То есть если ваши гости придерживаются какой-то диеты, либо есть аллергия, либо ПП, то есть они могут прислать свое примерное меню, которое они хотят. И, конечно, для них это приготовят. Поскольку у нас не очень большой остров. Это бутик-отель. И каждому гостю индивидуальный подход. Это ресторан Fire Pit. Он вечером у нас очень активный и популярный, потому что здесь живая музыка. Шесть дней в неделю и в новогодний период, конечно, каждый день. Это ресторан Grill. Босиком. Long Bar. Знаменитый. Раффлсовский, скажем так, Long Bar, где Наталья сказала, что в Сингапуре, в сингапурском первом отеле был изобретен знаменитый сингапурский слинг. А мы подаем мальдивский слинг. Это такой коктейль остренький. Любые напитки. У нас есть свой погреб. Там более четырехсот наименований, не только вин. И, конечно, есть любые крепкие напитки. Это ресторан Юдзу и Япа Бар. Это ресторан и бар на водном острове. Собственно, Юдзу – это ресторан японско-перуанской кухни, так называемой никийской. И Япа Бар – это ресторан, где гости очень любят проводить вечером время на закате и пробовать различные коктейли. Наши ребята их делают просто мастерски. Вот здесь как раз что-то химичит. Наш спа, он находится ближе к основному острову. То есть там такой портик вы видели. Здесь четыре процедурных кабинета. Косметика, биологик, решерш. Фантастический массаж делают у нас мастера. Также есть фитнес-центр. Он тоже панорамный. Чего-то у меня здесь нет фотографий. Но там абсолютно все оборудование, новейшее и, конечно, тренер. Также у нас есть детский клуб, если кому-то интересно. Прекрасный, крытый, с любыми развивающими играми, игрушками. И, в общем, есть целая программа для детей любого возраста и в том числе русскоговорящая няня. Но, собственно, для чего едут в Рафлс и для чего едут именно в наш отель? Если кто-то присоединился чуть позже, расскажу. Мы находимся, опять же, на юге. У нас сохранена абсолютно вся природа. Остров натуральный с этим мягким белым пушистым песочком, с огромными пальмами и просто фантастической природой. Мы стоим на двух домашних рифах. Поэтому, конечно, дайвинг и снорклинг и вообще любые водные виды активности – это наш конек. У нас плавающие батлеры. Да, наши батлеры по запросу гостей с удовольствием огромным покажут самые красивые участки рифа, дадут камеру GoPro. И это будет просто фантастическое такое, скажем, времяпрепровождение. И как для новичков, так и для тех, кто уже давно этим занимается. У нас есть любые виды водных активностей, вот такие моторные, немоторные, эти прозрачные лодочки, флайборды. Приезжает к нам частенько Бастян Сулей, который проводит подводную медитацию и фотосессии. Наверху фотография как раз нашей Джулии, это наш морской биолог. Вот. А сейчас сезон дельфинов, поэтому покататься на закате с дельфинами – это, конечно… Заходите, кстати, в наш инстаграм rafflesmaldives, смотрите, что у нас есть еще. Там очень классные именно такие живые видео и фотографии, которые могут… Которые я не всегда могу уместить в презентацию. Ну и для пар, конечно, мы организуем все возможное. Мы, во-первых, мы окружены 19 островами и косами необитаемыми. Делаем там различные фотосессии и обеды, и ужины. Есть эти необитаемые острова как с пальмами, так и без. То есть можем сделать абсолютно все, что угодно. Вот такие открытые просмотры фильмов под звездами, либо ужин. Мы, кстати, даже делаем подводные церемонии, свадебные, с погружением, с аквалангами и со съемками. Поэтому приезжайте к нам. Давайте я сейчас посмотрю ваши вопросы. Анжелика, да, вот номер телефона. Сейчас я всем пишу, пожалуйста, пишите мне на WhatsApp. Да, также вы, пожалуйста, можете все бронировать через OneTouch Travel. Для комфортного купания. Есть ли места? Ирина, спасибо за ваш вопрос. Для комфортного купания у нас места повсеместно, потому что абсолютно везде прекрасный пляж. То есть сначала это мягкий песок, и уже вот дальше начинается риф. То есть можно абсолютно свободно везде прекрасно плавать и также нырять с водных вилл в том числе. Если вы живете на водных виллах или ваши гости живут на водных виллах и хотят позагорать на пляже, то, конечно, для них все организуют. Ну, а так здорово, в принципе, совмещать. Там, допустим, часть отдыха взять на пляжном острове, часть на водном. Вот. И мы, конечно, очень любим лонгстей, потому что, во-первых, тишина, покой. Во-вторых, да, действительно, мы знаем, что не близко от Мале, но оно действительно стоит того. Все-таки это один из лучших, если не самый лучший отель на южной части Мальдив. Так. Я жду... Да, пишите свои вопросы. Я сейчас оставлю слайдик с контактами. Если есть у кого-то вопросы, обязательно задавайте, либо можете писать, мне на почту, либо через Надежду, через OneTouch, и брондируйте нас с OneTouch. Спасибо. Марианна, большое спасибо за ваш рассказ. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, подумайте, напишите в чат. Еще раз повторюсь, что запись вебинара будет. С радостью поделимся и записью, и презентацией. Нужно будет только написать нам на адрес агентского отдела. На всякий случай дублирую адрес в чат. Поэтому всегда всем мы поможем и подскажем. Так. Есть еще вопросы? Тамара пишет. Южная часть Мальдив. Тамара, вы абсолютно верно написали. Это от Олгафу Алифу. Для тех, кто тоже присоединился чуть позже, расскажу. У нас есть гидросамолет, который летит нон-стоп 85 минут из Мале. Пока что бронируется в частном порядке, то есть целиком на 8 мест. с ноября его можно будет шерить с гостями, между гостей Рафлс. Он только для гостей Рафлс. Юлия, да, я оставила телефон. Вот я вижу, что Надежда продублировала. Да, коллеги, всегда на связи. Мне кажется, нас тут найти достаточно просто. Все социальные сети, все мессенджеры всегда ничего страшного, Юль, продублировали. Конечно. Спасибо вам большое. Прекрасного вам дня. Отличных продаж. Что? И всем нам Мальдив. Марьяна, большое спасибо. А вас, коллеги, я приглашаю завтра. Завтра мы продолжим тему Рафлс. И завтра мы с вами отправимся в Дубай. Так, Наталья к нам присоединилась еще. Я просто так сказать, да, уже вас... Я хотела на самом деле еще своим опытом поделиться как гостем. Марьян, если позволишь. Просто был вопрос по поводу комфортного купания. Я сейчас быстренько скажу, что оно мега комфортное и просто со своей то, что называется колокольни. Когда я была на острове, ну, разумеется, морской батлер, который все там с тебя сопровождает. Ну, риф-то совсем рядом. Там, да я уж не ахти какой пловец, но я совершенно спокойно туда доплыла, потому что его видно. И нам посоветовали сделать это утром, потому что мы хотели посмотреть каких-то морских животных. Сказали, вот они завтра будут утром лучше вот в первой плане дня. Что, собственно, мы и сделали с морским батлером. Поплыли, дарив, и все посмотрели, утомились, надо уже завтракать. И мы выплываем. Это все, друзья мои, это все, так сказать, да, на руках, даже если вы не какой-то не губка. Вот. И просто я прислонила ласты свои к пальме, уже стояли столики накрытые, и они говорят, а теперь, наверное, вам нужно икрестовое. Я говорю, да, конечно, давайте. То есть по поводу комфортности купания, это настолько все рядом и настолько все просто, что, и вот ты все время окружен этой заботой. Баглер, тут же официант, официанты какие, слушайте, это просто фантастика. Значит, наливает мне икрестовое. Я говорю, знаете, я, честно говоря, не очень бы хотелось как-то пить, потому что солнце там еще. Он говорит, are you driving? Он говорит, вы что, за рулем? Я говорю, не, не, нет. То есть, понимаете, это вот еще вот этот уровень фантастических сервиса, когда коллеги в отеле, они с тобой все-таки как с клиентом, несомненно, но они вот, это подружески как-то происходит, но ни в коем случае никогда не переходя никакую вот эту тонкую границу, скажем так, да, то есть это все очень аккуратно, но это не так, что все, выстроенные, вышкаленные, там лишний раз на тебя не посмотрят, ни в коем случае, потому что все-таки отдых, тем более на курорте, это тоже важно, чтобы персонал отеля, он создавал вот эту атмосферу, и чтобы ты расслабленный, прекрасный, хороший, под солнышком уже отдыхал и весь стресс свой снимал. Вот это то, что я хотела сказать под клиент. Абсолютно точно, абсолютно такие же отзывы, плюс, несмотря на то, что это Five Deluxe, вроде бы, казалось бы, такой супер-лакшери продукт, но здесь очень легкая и очень такая френдли атмосфера, здесь не нужно ходить в бриллиантах, на шпильках или что-то такое, это такой, знаете, тихий лакшери, именно, вот такой вот спокойный для ценителей. Главное доехать, добраться, потом у нас, честно говоря, у нас очень много репитеров, которые приезжают каждый год и рекомендуют своим друзьям и семьям, это вот именно тот, вот тот мальдивский отдых, который все ищут, это не турецкие мальдивы, это не какие-то помпезные, это не шум, то есть, это вот место, где, вот райский остров, вот райский остров, наверное, это можно именно так и назвать. Сервис фантастический, ребята, очень все позитивные, очень все активные, разных активностей масса, вы, может быть, видели видео, у нас есть даже гольф такой в океан, это шарики с кормом для рыб, и бадминтон, и теннис, и, собственно, приезжайте. Большое спасибо коллеге, особенно, что поделились своим личным опытом, тогда, когда, да, делишься то, что ты на самом деле видел и прочувствовал через себя, как бы это самая такая ценная информация и ваше впечатление. Большое вам спасибо за участие в нашем вебинаре. Да. Спасибо вам. Большое внимание. Спасибо. Все хорошо. Коллеги, всем спасибо. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра жду вас в 12 часов на вебинаре по Рафос Дубай. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok